Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Поскольку на календаре у нас среда, значит мы в одном шаге, в одном дне от очень мощного события всей недели, а может быть даже и не только недели, более длительного интервала времени. Это заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится уже завтра. И, как вы знаете, это классическое заседание, где пересматривают процентные ставки, ключевую ставку, рефинансирование ставку по депозитам. Поскольку для Европейского Центрального Банка характерны еще и нетрадиционные способы стимулирования экономики, такие как программа количественного смягчения, разумеется, будут говорить и нам, как тем, кто внимательно отслеживает ситуацию с той политикой, которая проводится регулятором, нам будут рассказывать о перспективах, которые могут крыться, опять же, за программой QE, то есть количественного смягчения, что с ней будет дальше, будут ли корректироваться объемы. Между прочим, мы долгое время с вами спекулировали на том, что программа количественного смягчения сохранит тех объемов, в которых она действует сейчас. Это 60 миллиардов евро в месяц, даже несмотря на то, что баланс, собственно, еврозоны уже, ИЦБ, достиг таких масштабов, степени раздутости, что становится уже страшноватым, больше, чем баланс ФРС. Но, видимо, пока что Европейский Центральный Банк особо не печается от этого и не видит в этом каких-либо сложностей и трудностей. В любом случае, им виднее. Почему я сейчас делаю акцент на программу количественного смягчения? Потому что, видя то, что происходит с показателями, со статистикой, видя те настроеческие факторы, с которыми мы с вами подходим к заседанию ИЦБ, есть даже идеи, которые огласят сценарии поведения и действий Европейского Центрального Банка, что могут быть анонсированы, опять же, жесты, сделаны шаги в сторону более мягкой экономической политики. Но если дело дойдет до этого, конечно же, европейской валюте не сдобровать, это даже будет не оправданная коррекция, это будет суперзатяжное снижение. Но это только сценарий, конечно же, с минимальной долей вероятности реализации, но как один из вариантов он вполне сейчас может быть. Тем более, что рынки уже нам больше года указывают на то, что на них происходит ровным счетом все наоборот, не так, как мы предполагаем, и уже неоднократно, собственно, нам доказали то, что может быть все, что угодно. Поэтому наша задача сейчас, друзья, все-таки не игнорировать даже альтернативные сценарии, которые на нем обсуждаются, держать сами себя в курсе, опять же, через оценку фундамента, ну и, разумеется, вместе, параллельно с нашими долгосрочными сделками, о которых все вы прекрасно знаете, особенно те, кто не пропускает брифинги, которые каждый день проводятся специально для вас, чтобы вы были в курсе всего, что происходит, но и позволит нам проводить определенные краткосрочные сделки, будем надеяться, тоже с хорошим результатом. О евро продолжим говорить, как я вам и обещал, сейчас, может быть, даже попробуем сделать больше еще акцент на евро, поскольку завтра уже это событие, и нужно быть во всеоружием, по крайней мере, новостном и фундаментальном. Помимо этого, про доллар сегодня есть, что рассказать, про криптовалюты мы вчера, в принципе, уже обсуждали, основной негативный фактор, который на рынке присутствует, пока что никуда не сходит на нет, и я рекомендовал вам не упускать возможности краткосрочного медвежьего ралли. Может быть, даже коснемся, если останется время, снова и криптовалюты. Но давайте начнем с рынка нефти, потому что у нас пошли движения, правда, не в ту сторону, в которую нам нужно, но то, что актив смог выбраться из узкого канала консолидации, это, на мой взгляд, тоже позитив. Хоть какое-то движение, поскольку мы очень долго были заперты в узком канале и настраивались на то, что выход из этого канала произойдет все-таки через тестирование поддержки, но пока что мы видим тестовое сопротивление. Хай вчерашнего дня 53.64. Клосс пришелся на ценовой уровень пониже, 53.14. Собственно, рядом с этими значениями сейчас активы торгуются. Подводя итоги торгового дня, мы видели, безусловно, рост бренда. Если обращать внимание, опять же, на ценовой уровень сети контрактов, которые вы торгуете в рамках компании Markets, то мы видели план по сопротивлению 53.5 доллара за баррель. Это максимальное значение чуть ли не с мая месяца. Ну, то есть, получается, уже более чем трехмесячный летний сезон. Но, как я уже также отметил, закрепиться выше активу не удалось, поскольку, как ни крути, пока что на рынке хватает еще и негативных факторов, которые пока не позволяют быкам навалиться всецело на этот инструмент и активно его положать, откупать с возможностью ухода выше 55 долларов за баррель. Но, признаюсь, такой новостной фонд есть, и я, собственно, об этом расскажу. Почему котировки нефти растут? Да потому что трейдеры сейчас с особым оптимизмом ждут, что на рынок снова вернутся прежние показатели загрузки производственных мощностей, которые как работа, как деятельность этих нефтеперабатывающих заводов была приостановлена из-за стихийного бедствия урагана, который развернулся в Мексиканском заливе. Все вы понимаете, что речь идет о урагане Харри. Сейчас считается то, что на ликвидацию последствий потребуется меньше времени, чем планировалось и прогнозировалось ранее вчерашнее сообщение от Valero Energy, то, что уже два крупнейших нефтеперабатывающих завода полностью восстановили свою деятельность. Тексан Монбил открыл трубопровод по районе Хьюстона, что также добавило, опять же, эффект срочности, того, что очень быстро наверстали прежние объемы загрузки. Поскольку были предположения, что выведенные из строя, по сути, на 20% всех НПЗ Мексиканского залива должны были привести к определенным изменениям статистики по запасам, думаю, что не нужно повторять, что на этой неделе к данным от Американского института нефти и от Администрации электрической информации внимание будет еще более выраженным, поскольку это как раз та статистика, которая и должна отвозить все эти негативные последствия. Мы обычно со статистики от Американского института нефти работаем во вторник, но поскольку день труда США отмечался в понедельник, разумеется, я уже отмечал, это причина, из которой релизы, отчеты емнут на, собственно, сутки вперед. В данном случае у нас Американский институт нефти сегодня представит данные. Данные от Администрации электрической информации мы с вами ждем не в среду, то есть не сегодня, а через сутки, то есть уже завтра. Это те отчеты, которые могут стать причиной давления на черное золото, только в том случае, если запасы просядут. Нас особенно интересуют запасы, конечно же, нефти. Также, друзья, я хочу сказать, что мы волей-неволей, но все-таки вернулись к еще одному природному катаклизму, который не оставляет США в покое. Это новый ураган Ирма, который мы с вами еще начали обсуждать на прошлой неделе и ждали, будет ли он настолько, скажем, существенным по масштабу вот этого стихийного убийства, чтобы мы говорили об, собственно, этом урагане, ссылаясь на то, что он повлияет на работу буровых, на работу, опять же, тех же нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе снова. И в данном случае, друзья, последнее сообщение, я думаю, что вы наверняка уже о них слышали, то, что этот ураган Ирма оказался по последствиям, ну, пока что о последствиях мы не говорим, но по масштабу не чуть не меньше, чем ураган Харви. Сейчас ему уже отвели наивысшую пятую категорию, он постепенно приближается к Карибским островам, в общем, в Афоре уже объявлено предупреждение масштабного стихийного бедствия, чрезвычайная ситуация. Будем следить за статистикой дальше, будем следить, повлияет ли он на объемы добычи, потому что это самый главный риск. То, что котировки нет и сейчас быстро растут, это как раз и попытка подзаложиться по тому, что этот ураган станет причиной, из-за которой показатели добычи просят. Если это случится, то нужно будет смириться с тем, что котировки и бренды WTI заручатся поддержкой локального, это ключевое слово, фундаментального фона, собственно, так же, как действует периодически локальный фундаментальный фон поддержки для рубля, когда мы с вами обсуждаем налоговый период. Есть определенный интервал времени, который мы закладываем, как влияющий на настроение трейдеров, и просто с ним меряемся, потому что мы с вами традиционные продавцы, и этот фундаментальный фон краткосрочного эффекта, он не станет причиной, за которой котировки нефти развернутся, собственно, и будут расти гораздо выше тех уровней, там, 55, может быть, даже тестировали 60. Об этом мы не говорим. Друзья, ждем, пока все-таки нефтянка снова упадет вниз. Я думаю, что не нужно перечитать все те факторы, на которых мы с вами уже неоднократно останавливались, факторы, за которых нефть должна снижаться. Рубль 57.57, ждем снижения нефти, и ждем снова 60 против, собственно, американцев. Доллар японская иена. Здесь наша косочная идея была направлена на слабость доллара. Обычно перед важными событиями есть такая рыночная практика, когда речь идет о покупании на ожиданиях и о продаже, собственно, факторов. Мы пошли немножко от обратного. В данном случае мы скидываем доллар, поскольку понимаем, что до тех пор, пока на рынке объявится фундамент, способный повлиять уже о положительном смысле на баксы, это заседание Европейского центрального банка в четверг, то есть потенциальная слабость для евро и логичная поддержка для доллара. Мы все-таки должны поработать больше с тем фундаментом, который сейчас больше всего тревожит участников рынка. И этот фундамент связан с ростом геополитической напряженности и очередной эскалацией вот этих напряженных моментов, новостных факторов в деятельности Северной Гории, которые проводят то пуск ракет, то испытания водородных бомб, то травят, опять же, рынок сообщениями о том, что они активно продолжают работу над ядерным оружием. Я вчера сделал уже акцент на то, что сейчас проходит внеочередное заседание Совета безопасности ООН. В частности, очень многие страны настаивают о том, что в адрес Северной Кореи нужно принять дополнительные санкции, чтобы оказать хоть какое-то влияние. Южная Корея тоже подлила масло в огонь якобы у них. Есть информация о том, что Северная Корея готовит очередной пуск баллистических ракет тоже в адрес направления Тихого океана. И мы все понимаем, что снова, скажем, под угрозой, целью может оказаться военно-американская база, которая находится на острове Гуау. Поэтому такой новостной фон, разумеется, является причиной роста золота. Мы видим, как растет спрос на американские облигации, соответственно, снижается их доходность. Мы видим, как франк пользуется спросом и, соответственно, крепчает иена. Локально против доллара сейчас действуют еще и риски, связанные с возможностью неповышения лимита потолка государственного долга. Кстати, Конгресс возвращается после летних выходных в самые ближайшие дни. Первый очередной вопрос – это рассмотрение и повышение лимита потолка государственного долга. Конечно же, рынок переживает за то, что произойдет нечто подобное, что мы наблюдали в далеком 2012 году. Временная приостановка правительства. Я думаю, что до этого дело не дойдет, поэтому, друзья, уже до конца этого месяца решение будет принято. Потолок снова повысят. И если доллар действительно так болезненно закладывается под возможность реализации самого негативного сценария, вы должны понимать, что у нас в плане торговли американцам есть и фактор существенной поддержки потенциальной для доллара, который может прийти. И это поддержка повышением потолка государственного долга, потому что тут же и фичи, и стенды СМПО, и рейтинговые агентства, которые ранее грозились присмотреть суверенный рейтинг США, возьмут свои слова назад, обозначат его в статусе наивысшей надежности и стабильности, и больше не будут закидывать на рынок сообщения с такими, скажем, катастрофическими сценариями, когда США вынуждены объявить дефолт, терять там по несколько миллиардов долларов чуть ли не в день и, соответственно, усугублять рецессию. Это тот сценарий, который вряд ли будет реализован. В данном случае я даже не хочу ссылаться на то, что на рынке происходит, то, что мы с вами не ждем, но такое крайне маловероятно. Поэтому этот новостной фонд нужно иметь в виду, но особо торговать по нему из-за негатива по доллару не стоит. Также еще хочу отметить, чтобы далеко не отходить от доллара, вчера статистику по производственным заказам отчет просел, в меньшем выражении минус 3,3% с прошлого аналогичного роста на 3,2%. И я упустил момент, друзья, я каюсь за то, что нужно было еще вчера подготовить нас к тому, что статистика, скорее всего, будет плохой, потому что у нас до этого, вы помните, были заказаны товары длительного пользования. Это данные, которые являются своего рода пережающим индикатором до этого показателя. И тогда у нас уже был предвестник того, что заказан товар длительного пользования просели из-за низких показателей спроса на воздушные суда. В данном случае основная причина, из-за которой снова просадка по этому индикатору, это снижение спроса, собственно, на воздушные суда. Поэтому локально, может быть, и стоит говорить о том, что на доллар этот отчет повлиял, но все-таки позиционно нет, потому что до этого у нас была куда более, скажем, мощная статистика, которая уже позволила нам даже подзабыть о неудачных отчетах по Nonparpels и, может быть, даже слабости по зарплатам. Сегодня у нас очень важный релиз, это в 17.00 по московскому времени активность в сфере услуг США. Поскольку речь идет о развитой экономике, конечно же, сфера услуг это большой вкладчик показателей ВВП. И эта статистика должна повлиять на динамику доллара сегодня. По прогнозам статистика будет неразочаровывающей, может оказать локальную поддержку доллару. Но, друзья, сегодня все-таки я предлагаю также не торопиться с каткосрочными покупками доллара, точнее, все правильно, да, с длинными позициями по паре доллар-японской иена, потому что есть еще ровно сутки, прежде чем как трейдеры переключатся на заседание Европейского центрального банка и позволят себя несколько убрать на второй план обсуждение вот этих геополитических рисков и ситуации вокруг Северной Кореи. Поэтому, с вашего позволения, давайте мы и сегодня попробуем немножко притопить еще доллар-японскую иену. А вот завтра, не дожидаясь брифинга, вы его можете смело сопроставить на покупку валютной пары, покупку доллара, продажу, собственно, японской иены, рассчитывая на то, что доллар может вытащить слабо европейская валюта. Еще в качестве негативного фактора стоит отметить выступление вчера представителя американского регулятора Брейнарда, зовут ее, по-моему, Лея Брейнард, в частности, комментарии были о низкой инфляции, не том, что низкая инфляция может стать причиной более, скажем, термимой позиции ФРС касательно процентных ставок. Почему рынок обратил внимание на эти комментарии? Ну, потому что Брейнард является голосующим членом ФРС и будет, собственно, влиять на то решение, которое мы услышим в декабре. Но это только один из представителей ФРС, который сейчас в таком ключе высказывается. Мы все-таки ждем то, что доллар получит поддержку еще большую от статистики в перспективе следующих месяцев, получит поддержку от роста инфляции, потому что рост инфляции потребительских цен выполняет на общее решение ФРС и выведет нас, собственно, на декабрьское повышение процентной остатки уже третье в этом году, как когда-то нам было обещано самим регулятором в начале 2017 года. Резюмируем. Доллар и японская иена пока что заложник геополитики, ну и пусть она таковой и остается. Рост может случиться, но я думаю, что с большей вероятностью сегодня стоит попытать удачу на продажах еще баксов. Евро против доллара. Здесь новостная картина не меняется. Мы с вами ждем заседания Европейского центрального банка. У нас очень много, собственно, сигналов, которые накоплены. Начиная от, собственно, выступления Драги в Джексон Холле, потом комментарий Блумберга, потом выступления Ивальда Наводна, еще и статистика, которая была опубликована в начале этой недели индексенпроизводителей. И вот вчера данные по производственным заказам в рамках еврозоны очередная просадка минус на 0,7%. Тоже может подголоски более высокого обменного курса. Я подготовлю побольше информации вам касательно того решения, которое может быть принято. Завтра я, собственно, уделю побольше, скажем, неже чем всегда, европейской эволюции. Может быть, сколько же, сколько мы нефти уделяем в каждый брифинг. Но это будет правильно. Но по евро здесь сценарий такой же. Сегодня еще ставим на рост, поскольку до, собственно, заседания Европейского центрального банка больше суток. Не знаю, вряд ли сейчас только лишь подготовка к заседанию Европейского центрального банка сможет пересилить, опять же, снижение американца, которое может снова разразиться уже и на европейских сейчас торгах, и на американской, и за очередных каких-либо новостей, связанных с геополитикой. Поэтому в случае снижения доллара, конечно же, европейская валюта может сегодня еще пободаться за локальные максимумы. Сейчас отметка 1,1908. Но то, что пара уйдет выше 1,1950, сейчас я считаю, что крайне маловероятно. Если удастся достигнуть этой планки, вообще можно будет выйти уже из евро-доллара и либо даже поставить предварительно отложку на продажу, то есть целый лимит, опять-таки, как раз 1,1950 и ждать уже вот этого обвала, на который мы настраиваемся. Фунт против доллара. Фунт вчера подкачал. Если бы не британец, который вырос, у нас был очень хороший день по дневному результату. Но фунт умудрился добраться до отметки 1,30, 31, на который так будет сейчас. Даже несмотря на то, что индекс активности в сфере услуг, который является самым важным индикатором в состоянии экономики, снизился с 53,8% до 53,2%. Я думаю, что локально пока не нужно особо катить почку на фунт, нужно просто сделать правильный вывод. Если основной компонент экономического роста слабеет, значит, британская экономика продолжит терять импульс экономического роста. Значит, у нас есть возможность увидеть более слабые показатели ОВП, которые в копии с политикой и так далее будут оставаться сдерживающими новостным фоном, который, вряд ли, позволит быкам затащить фунт гораздо выше текущих значений. Еще хочу отметить вчерашний комментарий Терезы Мэй, которая воспользуется своим выступлением. По-моему, на 21 сентября оно запланировано для того, чтобы попробовать продвинуть вопрос по Брэкзиту. Но не знаю, стало ли это сообщение причиной роста фунта, возможно. Но только непонятно, на что настраиваются трейдеры, если на этом фоне стали покупать фунт. Ведь все-таки камни преткновения, не, скажем, до понимания, не до согласованности, они более очевидны. Но, может быть, все-таки фунт вырос прежде всего из-за той слабости, которую показывал доллар. Это, на мой взгляд, более такая весомая причина. По фунту, даже как косрочно, друзья, я все равно предлагаю не обращать внимания на то, что происходит сейчас, и даже, несмотря на рост, ставить на то, что фунт все-таки должен ослабнуться. Австралийц против доллара. Мы коснулись и планки 0.8. Видели даже австралийца повыше. Но, как я вам и говорил, друзья, выше этого уровня, вряд ли мы уйдем. Как только касаемся этой планки, продаем. Что есть моча, поскольку это 100% сделка. Мы уже в профите. Сейчас австралийц торгуется на отметке 0.79.84. Думаю, что корректируемся еще ниже. Почему австралийцы скидывают? Да потому что были сигналы от Резервного банка Австралии вчера о том, что, может быть, и есть предпосылки для роста экономики в целом, достижение цели по экономическому установлению в 3%. Ну и по-прежнему остаются решенными прежние проблемы. Это с закредитованностью домохозяйства, с, собственно, низкой инфляцией. Правда, это не такая серьезная проблема для Резервного банка Австралии. Но все равно без цели, которые также, знаете, на отметке в 2%, Резервный банк Австралии не будет ужесточать монетарную политику. И вчера после ставки у нас было на европейских торгах наступление Филиппа Лоу, который возглавляет регулятор Австралии. И снова Филипп Лоу повторил прежнюю позицию о том, что курс обмены является слишком высоким на текущий момент, то, что он может сказаться и на экономическом основлении, и на росте инфляции. И Филипп Лоу очень много говорил про низкие значения заработной платы, которые могут влиять на показатели иноцепотребительских целей. Друзья, если вы не увидели в этом какого-то негатива, пожалуйста, поверьте мне на основу, он есть. И сам факт того, что Резервный банк Австралии будет придерживаться мягкой экономической политики, может быть даже до 2019 года, это то, что должно быть для нас сигналом, из-за которого Австралии стоит продавать. Доллар-франк, квартальные и годовые данные по экономическому росту, 0,3%, что в первом, что в втором случае. В годовом выражении 0,3% это минимальный, по-моему, показатель с 2008 года. И вопрос на насыпку станет ли, исходя из этого, либо позволит ли Национальный банк Швейцарии себе отказаться от прежних экономических стимулов? Конечно же, нет. Ставка будет такой же низкой, как и сейчас. И Национальный банк Швейцарии будет и дальше принимать все возможные ухищрения, способы, инструменты. Будет придерживаться и ферментная политика для того, чтобы при необходимости, при любом возможном и удобном повозе, оказывать все-таки давление на национальную валюту. Потому что дорогой франк Швейцарии не нужен. Я надеюсь, что вы это также понимаете. Друзья, из важных событий. Сегодня ждем сферу услуг по штатам в 17.00 по московскому времени. И в это же время выйдет решение Банка Канады процентной ставки. Здесь 50 на 50. Что произойдет с ней? Повысит ли вы, не повысит? Я позволю все-таки добавить свой субъективный 1% в сторону тех, кто считает, что не повысит. То есть 51.49%. Вам нужно решить, к какому лагере трейдера вы себя относите. Если вы считаете, что действительно отсутствие цели, еще недостижимой цели по инфляции. Если вы считаете то, что потенциальное снижение нефти в доллар, который вот-вот, в принципе, может показать восходящую динамику, все-таки не позволит паре USDCAD оказаться ниже текущих значений, на которых он находится 1.2389. Тогда вам нужно искать уровни для покупки. Если же вы считаете, что сегодня Банк Канады повысит процентную ставку, либо скажет, что будет крайне щедро на такие решения позже в этом году, то вам нужно метить уже в район 1.20. Я считаю, что шансов на реализацию первого сценария больше, поэтому цель закрепления выше отметки 1.25. Но то, что движения сегодня будут больше 150 пунктов, я думаю, что вероятность чуть ли не 100%. Фунт, точнее, Канадис реагирует и на менее значимый фон, более эффективные движения. Вспомните экономическое восстановление, показатель ВП прошлой недели, когда мы стали причиной, стали, собственно, грешить снова на канадца, обвинять его во всех бедах, которые у нас случились на рынке Форекс, потому что именно пара USDCAD тем, что ослабла больше, чем на 250 пунктов, и поставила вообще под сомнение какие-либо результаты, которые мы хотели и планировали достигнуть в рамках недели. И все, что зарабатывали по другим валютным парам, Канадис все это перечеркнул. Я в последний раз даю ему шанс все-таки попробовать помочь нам заработать. Это в его руках, в его силах. Добавьте, собственно, в вашу субъективную позицию. Не забывайте про мой субъективный взгляд. И вот не так уж и мало шансов у нас на то, чтобы вытащить пару выше текущих значений. Друзья, на этом, собственно, все. Большое вам спасибо за внимание. Не забывайте, что вопросы у вас могут возникнуть, не нужно стесняться их задавать. У вас есть для этого все возможности в спокойной обстановке написать, сформулировать и задать на канале на YouTube. Я часто гость этого канала, поскольку большая часть контента – это контент, который генерируется мной. Я отслеживаю, даю комментарии. Ну, также те, кто не подписался на него, сделайте это, пожалуйста, поскольку вы будете в курсе всех самых интересных, собственно, видеоматериалов. Не пропустите ничего стоящего, нового и так далее. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присутствовал сегодня в прямом эфире. Большое спасибо тем, кто просматривает запись. И огромное, прям спокойное спасибо тем, кто помимо просмотров еще и ставит большие пальцы, лайки. И согласитесь, это не так уж и трудно с вашей стороны, но какой эффект для спикеров и для всех предыдущих. На этом давайте завершать. Удачной вам торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Всего доброго. До свидания.